Опять мы здесь друг друга не услышали, потому что мы задали, прежде всего, депутаты Яблочники, задали Валерию Владимировичу те вопросы, на которые мы хотели получить ответы. Но либо мы получили неудовлетворительные для нас ответы, либо Валерий Владимирович от них ушел. Ну, например, я задал вопрос, вот как возможно в первом европейском городе России, в городе, претендующем на европейскую столицу, что люди не могут выйти с митингами к законодательному собранию или к Смольному? Это какой вы европейский город мне можете назвать, которая вот такая же аналогичная была бы история? Ну, естественно, он от этого вопроса ушел, хотя я обратил во внимание, что ведь такая практика была и в Петербурге в первой половине нулевых годов, когда люди выходили к Смольному, к законодательному собранию. Никто не брал штурмом Смольный, никто не брал штурмом Ринский дворец, и все проходило вполне цивилизованно. Поэтому я обратил внимание, что силовой блок, который он курирует, и господин Богданов, который является его подчиненным, он, этот силовой блок, все эти годы сознательно, но постепенно и сознательно, с моей точки зрения, сужал возможности гражданам для реализации их конституционных прав, в частности, 31 статьи Конституции. Кумнову в этом смысле у меня не было вопросов, ну, кроме последней акции. Я обратил внимание начальника Петербургской полиции на то, что у людей, например, были отпечатки пальцев, что это незаконно, потому что у них есть паспорта, и не требуется удостановление их личности. На что господин Богданов сказал, что и дальше будем брать отпечатки. Но мы еще раз после встречи подошли к нему с моим коллегой Александром Кобринским, обратили его внимание, что это незаконно, и просили еще раз внимательно посмотреть, что нужно, может, внимательно изучить действующее законодательство, определение Верховного суда, например, и так далее. То есть, на многие вопросы мы ответов не получили. Не получили ответ, например, на такой вопрос, почему в Москве через два часа, в том числе лидеров оппозиции, отпускают, того же Сергея Удальцова, всем известного, а у нас держат по двое суток. Там тоже через два часа составляют протокол, два часа отпускают, потом проходит мировой суд, соединение мирового суда. Здесь же людей почему-то держат прямо до мирового суда, причем работает один судья. Это все, с точки зрения, абсолютно незаконно и реакционно. До новых встреч! Стоит! Продолжение следует...